Перестановки после Курдая. Бердебек Сапарбаев, отправленный в регион в должности первого вице-премьера, сегодня стал акимом Жамбулской области. Усерд за счет средств государства будет восстановлен. Мир не без добрых людей. Более 8 тонн гуманитарной помощи отправили в Курдай алматинцы. Приносят в основном горожане первые. Предприниматели тоже подключаются. В чем причина? Сразу четыре области республики погрузились во мрак из-за аварии на сетях КЭКОК. На телеканале Томикен Бизнес Новости в студии Галина Гаджук. Здравствуйте. Бердебек Сапарбаев возглавил Жамбулскую область. Соответствующий указ издал глава государства, сообщает пресс-служба Аккорды. Назначение произошло на фоне событий в Курдайском районе, куда Сапарбаев выехал два дня назад в качестве первого вице-премьера для стабилизации ситуации. Оскар Мурзахметов, руководивший регионом с января 2018 года, указом президента освобожден от должности Акима Жамбулской области согласно поданному заявлению, уточняется в сообщении. И сегодня же состоялся телефонный разговор Касымжумарта Тукаева с президентом Кыргызстана. Соранбай Женбеков выразил соболезнования родным и близким погибших во время массовой драки в Курдайском районе. Он также отметил, что Кыргызстан продолжит оказывать помощь братскому казахстанскому народу в трудные минуты. 25 уголовных дел заведено по фактам беспорядка в Курдайском районе. Об этом сегодня в ходе брифинга, посвященного промежуточным итогам работы, заявил руководитель правительственной комиссии Бердебек Сапарбаев. Он также сообщил, что всем пострадавшим будет возмещен материальный ущерб. Что касается обстановки в поселках пострадавших в результате погромов, жизнь там постепенно возвращается в привычное русло. Сейчас проходят работы по уборке мусора и сгоревшей автомобильной техники. Сейчас специальная комиссия из работников Акимата, наших министерств под руководством первого вице-министра индустрии работает. Сегодня до конца дня будет определенное количество жилых домов, транспортных средств и торговых точек. Как было сказано в первый день, по поручению президента нашей республики, ущерб за счет средств государства будет постановлен. Но нам надо еще раз провести соответствующие расчеты, должны быть соответствующие документы, которые подтверждают. Если документов нет, сгорели, то тогда уже опросным путем по отношению спроса соседей, у кого какой дом был, сейчас мы будем его возмещать. Как уже сообщалось ранее, в результате трагических событий, произошедших в Курдайском районе Жамбулской области, 10 человек погибли и 141 получили ранения. Пытаясь найти убежище, 24 тысячи человек покинули Казахстан, перебравшись в соседний Кыргызстан. Только 4 тысячи вернулись в свои дома. По словам полицейских, круг подозреваемых уже определен. На сегодняшний день зарегистрировано 25 уголовных дел по фактам массовых беспорядков, призыву к массовым беспорядкам, убийства, хулиганства, применению насилия в отношении представителей власти, уничтожения имущества, а также незаконного изготовления оружия. Первый день, я вам говорил, есть поручение президента нашей республики. На основании этого поручения в Генеральной прокуратуре создана межведемственная оперативно-следственная группа, которой сейчас они занимаются. Самая главная задача найти организаторов, защитников, провокаторов и виновных. И сегодня же ситуацию в Курдайском районе прокомментировали депутаты. Вот их мнение. По-моему, действительно это проблема, которая копилась много лет. Тут и социально-экономические проблемы, тут и пропасть между местными властями и народом, и упадок авторитета правоохранительных органов. И она назрела на сегодняшний день. И сейчас стоит задача не только восстановления всех разрушенных строений, но прежде всего нужно разбирать первопричины этого конфликта. Именно казахи обеспечили такую толерантную обстановку для всех остальных этнических групп. Нет того, о чем мы говорим по другим странам. И Украина это будет, или там другая страна, любая, не важно, не будем ее пересчитать. Но наши успехи надо признавать. Но мы не можем отказываться от проблем. Но проблемы тоже надо называть своими именами. Вот сейчас я думаю, что мы как раз на том этапе, когда правительственная комиссия точно определит состав, скажем так, проблемы и выработает адекватные меры. Это очень большое горе, потому что пролита кровь невинных людей. Мы должны знать одно – у преступника нет нации. В моей памяти за 30 лет это первая такая ужасная история. Мы, казахский народ, всегда славились широтой своей души. Да и стоит признать, что мы упустили какие-то превентивные меры. В Курдайском районе создадут совет Аксакалов, который будет заниматься решением бытовых проблем в аулах, а также воспитательной работой с молодежью и организацией совместных культурно-спортивных мероприятий для укрепления духа и единства между местными жителями. Об этом сообщается на сайте премьер-министра. В совет войдут старейшины сел Каракимер, Масанчи, Аукатте, Сортобе и Булан-Баттер. Первую встречу Аксакалы намерены провести уже завтра в мечети Сортобе, а 12 февраля – в Масанчи. Между тем, из-за событий в Курдайском районе, повлекшими человеческие жертвы, президент страны поручил теперь уже экс-акиму Жамбылской области Оскару Морзахметову освободить от занимаемых должностей заместителя Акима региона по социальным вопросам Курманбекову Акима Курдайского района Байтоле за серьезные упущения в работе. Министру внутренних дел Герлану Тургумбаеву Токаев поручил освободить от должности начальника департамента полиции Жамбылской области Орозалиева и начальника отдела полиции Курдайского района Акимбекова. И только что стало известно о назначении нового главы департамента полиции Жамбылской области, им стал Жанат Сулейминов. Тем временем на восстановление Курдайского района Жамбылской области, возможно, привлекут средства из резерва правительства. Необходимую сумму пообещали назвать в ближайшие дни. Об этом журналистам сообщил первый заместитель премьер-министра, министр финансов Алихан Смаилов. По его словам, сейчас на месте продолжает работу правительственная комиссия. После ее заключения можно будет говорить об объеме средств, которые смогут выделить из бюджетного резерва на восстановление и выплату компенсации пострадавших. Средства, скорее всего, будут выделены из резерва, скорее всего. Но это будет решено после того, как правительственная комиссия даст всю раскладку, какой ущерб, сколько, доложит главе государства. И после этого будет принято решение. Суммы неизвестны. Они будут известны только после того, как правительственная комиссия завершит свою работу. К слову, 8 тонн продуктов питания, средств первой необходимой и теплую одежду собрали алматинцы для пострадавших в Курдайском районе. Гуманитарная помощь будет доставлена нуждающимся сегодня. Организовали сбор движения «Я алматинец» и представители международной организации «Красный полумесяц». Менее чем за сутки волонтерам удалось собрать два грузовика с продовольствием. Это консервы, крупы, макароны, чай, вода, соль и сахар. Распределят все это в штабе, который организован в селе Сортобия, в 10 километрах от села Масанчи. Сейчас, по данным представителей движения «Я алматинец», в помощи нуждаются 30 семей, оставшихся без своих домов. Приносят в основном горожане первые, предприниматели тоже подключаются. Приехала девушка, вот у нее две аптеки. Сразу что нужно, как нужно, пришла девушка другая, говорит, вот я услышала во всех этих рассылках. Детский плач, говорит, сердце материнское не выдерживает. Они приносят памперсы, детское питание. Известный казахстанский режиссер Ермек Турсынов высказался по поводу кордайских событий. На своей странице в Фейсбуке он опубликовал мнение, в котором он призывает не делиться на нации. Он проводит параллели с людьми и растениями, говоря, что есть цветы и сорняки. И так повсюду. Отдельно высказался режиссер и о провокаторах. В социальной сети он назвал микрофоном без очереди и лозунгами без редактуры. Турсунов призывает казахстанцев к порядочности. Да, возможно, по горячке кто-то закипел и вспылил, но без провокаторов тут не обошлось. И хорошо бы умным людям осудить горячие головы и произнести важные слова. Казахи всегда прислушивались к мудрому слову. И думаю, это относится сегодня ко всем, кто тут живет, не только к казахам. В минувшие выходные в интернете активно распространились слухи о том, что жители Казахстана якобы сжигают китайские рестораны из-за коронавируса. Эту новость подхватили известные люди, международные журналисты и исследователи. Моя коллега Айгуль Жамалова связалась со Семь Жапишевой, которая ранее всех отреагировала на ложные сообщения в Твиттер. Давайте узнаем подробности. Она сейчас с нами на связи со студией Айгуль. Рассказывайте. Здравствуйте, Галина. Громкие события минувших выходных прошли небесследно и для пользователей Казахстана. Так, спустя 6-7 часов после главного события в Курдае, зарубежные аккаунты стали распространять ложную информацию о том, что в Казахстане стали поджигать китайские торговые объекты и рестораны. Причиной тому стало якобы заражение казахстанца коронавирусом. Так, по данным Асем Жапишевой, которая провела анализ, ложная информация покрыла 205 тысяч уникальных пользователей. Только оригинальных, получается, сообщений там около 150, а вообще людей, которые так или иначе постили, это там несколько тысяч человек. И нашли как минимум три группировки, которые распространяли этот фейт-мьюс. Одна из групп – это право-радикалы европейские и США. Ну, практически нацистские группы, так сказать. А потом вторая группа была, точно такая же, очень право-толго, но из Индии. И третья группа – это прокитайская группа, которая депутировала это фейт-мьюс, как раз-таки в обратном смысле, что в Казахстане жгут китайские рестораны из-за коронавируса, вот к чему приводит антикитайский расизм и так далее. Каждая из групп преследовала свои цели, говорит Асем Жапишева. Однако на фоне общей паники из-за коронавируса информация оказалась настолько правдоподобной, что ее использовал даже авторитетный телеканал Аль-Джазира. К слову, сейчас данный репортаж уже удален и недоступен к просмотру. Тем временем казахстанцам пришлось чуть ли не вручную отвечать на каждое ложное сообщение. Сейчас активисты пытаются связаться со службой поддержки Twitter, чтобы хоть как-то постараться остановить волну фейк-ньюс. Однако реальных инструментов для того, чтобы остановить ложную информацию, практически не существует, говорит Асем Жапишева. Было бы отлично, если бы на тот момент, когда начали распространяться фейки очень активно, от наших госорганов было бы официальное заявление на английском языке. Это было бы просто замечательно, потому что тогда бы в Гугле это выходило сразу в подачу. Либо какие-нибудь государственные СМИ дали бы на английском языке такую информацию, что этот фейк распространяется, а это все неправда. Асем Жапишева также порекомендовала государственным органам налаживать тесные связи с главными редакторами интернет-ресурсов и различных сайтов, для того, чтобы в будущем разместить опровержения для ложной информации. Но стоит ради справедливости отметить, что один представитель госоргана все же отреагировал в Твиттере на данную волну фейк-ньюс. Это советник президента Ерлан Карин. А также на местах отреагировали сотрудники посольств Казахстана в Индии и в Европе. Однако сегодня нашему телеканалу в Министерстве иностранных дел страны отказались комментировать, точнее давать какие-либо пояснения по данной ситуации, что в то же время подтверждает мысли Асем о том, что коммуникационные навыки государственных органов в нашей стране оставляют желать лучшего. Галина. Спасибо, Игуль. А мы продолжим выпуск. К слову, Казахстан отправит еще два воздушных судна в Китай для эвакуации своих граждан. Об этом сообщили в МИД Республики. Самолеты авиакомпании Air Astana отправятся в Пекин сегодня и 12 февраля. Пассажиров в ходе полета будут сопровождать медработники. Уточняется, что по просьбе китайских властей этими же бортами планируется доставить в Пекин находящихся в Казахстане 47 граждан Поднебесной, а также некоммерческий груз посольства Китая. Отметим, что всего на территории КНР находится 719 наших сограждан. Около 400 из них обратились с просьбой оказать содействие в возвращении на родину. Остальные захотели остаться там. Напомним, ранее глава государства Касанжимар Токаев поручил принять меры по защите граждан страны от заражения коронавирусом. Авиакомпания Back Air подала в суд на владельца дома Ришата Калибек, в который врезался самолет. Об этом сообщает юрист Бакаджан Базарбек. Что касается строения, то ранее в Акимате Толгарского района сообщали, что дом был возведен незаконно. По словам хозяина коттеджа, ему обещали возместить ущерб. Сумма около 25 миллионов тенге. Но теперь местные власти игнорируют его звонки и просьбы. Напомним, авиакатастрофа близ Алматинского аэропорта произошла 27 декабря. Лайнер почти сразу потерял высоту, снес забор и врезался в двухэтажное строение. В результате крушения погибли 12 человек. В компании-поставщике КЭГОК объяснили отключение электроэнергии в четырех областях Казахстана. Оно произошло из-за погодных условий. Сообщение размещено на официальном сайте компании. Выяснилось, что сильный порывистый ветер привел к тому, что высоковольтные линии транзита север и юг были обесточены накануне вечера. В результате сильного порывистого ветра скоростью более 30 метров в секунду произошло отключение высоковольтных линий 500 кВт транзита с север-юг. Это, в свою очередь, привело к отделению южной зоны единой энергетической системы Казахстана и объединенной энергосистемы Центральной Азии от ЕС. Вследствие чего была ограничена подача электроэнергии в Алматинской, Казлардинской, Жамбылской и Туркестанской областях. В 20.57 южная зона Казахстана и ОС Центральной Азии включены на параллельную работу с ЕС. В 21.27 все ограничения были полностью сняты. Подача электроэнергии восстановлена. Энергосистема работает в штатном режиме. Отключение света произошло также и в южной столице. Перебои наблюдались в городе Копчагай и населенных пунктах близ Алматы. В Минэнерго рассказали, что специалисты незамедлительно отправились на место, чтобы устранить неполадки. Между тем, в Алматинской области из-за аварий на линиях электропередачной более сильно пострадали 4 района. Алакольский, Сарканский, Аксусский и Каратальский. По словам энергетиков, сегодня специалисты монопольной организации начали внутреннее расследование, чтобы выяснить причины поломки. Как заявляют в АО «Татек», жалоб со стороны потребителей к ним не поступало. Из-за аварийных отключений в электрических сетях АО «КИГОК», это линии 500 кВт, отработала специальная автоматика отчаяния нагрузки по Толгогурганскому региону. Аварийно отключили с линии 110 номер 151-152, это транзит на Алакольский, Сарканский, Аксусский районы. И номер 102-103 на потребителя Каратальского района. По моей информации, от потребителей ЖТСуэнерготрейда претензий не было. А вот в Туркестанской области мощный ветер полностью сорвал крышу школы в селе Желан-Бузган. Общая площадь повреждений более 1000 квадратных метров. В здании на прилегающей территории в это время никого не было. Поэтому, к счастью, никто не пострадал. Сильный шторм повалил также заборы и столбы высоковольтных линий электропередач. Между тем, уроки пришлось отменить. Сейчас рассматривается вопрос о распределении учеников в другие школы, которые расположены в соседних поселках. А на помощь в ликвидации последствий урагана привлекли местных жителей. Сегодня в Тулебийском районе была создана специальная комиссия, которая оценит ущерб, вызванный стихийным бедствием. По словам местных властей, восстановление кровли начнется уже завтра. Стоит отметить, что Желан-Бузганская средняя школа на 300 мест была построена в 2014 году. И в связи с отсечением срока гарантии для подрядчика финансовая помощь будет заниматься из районного бюджета. Срок гарантии подрядчика был три года. Этот срок уже истек. Теперь мы обратились к другому подрядчику. Они сказали, что с завтрашнего дня начнут восстановительные работы и закончат через неделю. А пока дети с завтрашнего дня будут учиться в соседней школе. Смотрите далее в программе. Деньги любят счет. Минфин раскритиковал службу внутреннего аудита. Улпан Бегалина расскажет, почему вспомнили о Казагре. У Казагры это уже не хроническая болезнь, она, по-моему, неизлечимая болезнь. Молодость против опыта. В Минюсте сегодня спорили, в каком возрасте можно будет претендовать на депутатский мандат. И почему общественники считают, что сытый депутат малоэффективен. Чтобы повысить профессиональный уровень депутатов, надо уменьшить зарплату. Тотальный контроль за абитуриентами при сдаче ЕНТ теперь будет следить искусственный интеллект. Самообучаемая система на основе технологий компьютерного зрения. На 245 миллиардов тенге выявлено финансовых нарушений в прошлом году. Как рассказал первый заместитель премьер-министра, министр финансов Алихан Смаилов, основная доля приходится на порядок введения бухучета. Сегодня в Мажелисе прошел правительственный час, где рассмотрели вопросы государственного аудита. Смаилов посетовал на завышение сумм при планировании бюджета и слабое управление активами субъектов квазигоссектора. О том, какой из управляющих холдингов страдает неизлечимой болезнью и за что главный казначей страны раскритиковал службу внутреннего аудита госорганов, расскажет моя коллега Лупан Бегалина. Говорят, что деньги, как и счастье, любят тишину, однако это не тот случай, когда касается бюджетных средств. Сегодня в Мажелисе своим видением дальнейшего развития государственного аудита поделился министр финансов Алихан Смаилов. По его словам, чтобы сократить финансовые нарушения и снизить коррупционные риски, необходимо внедрять облачную электронную бухгалтерию. Кстати, Смаилов похвастал, что благодаря действующим информсистемам удалось увеличить сумму возмещений в госказну с почти 3 до 10,5 миллиардов тенге, а финансовые правонарушения снизились в 4 раза, если сравнивать с данными 2015 года. При этом главный казначей обратил внимание на многочисленные неподтвержденные данные. В связи с этим в ведомстве предложили внедрять плату за аудит по неподтвержденным фактам. Вместе с тем Алихан Смаилов раскритиковал службы внутреннего аудита. Он пояснил, что чаще всего часть материалов не соответствует стандартам и правилам проведения проверок, а их охват от общего объема бюджета за 3 года составляет лишь 12%. Конечно, этот факт не мог не вызвать возмущения парламентариев. Внутренним аудитом охвачены всего 12% всех бюджетных средств, которые мы выделяем. То есть 88% фактически львиная доля. Мы не контролируем на сегодняшний бюджет. Поэтому спрашивают все веры автоматизации, цифровизации и так далее, о которых вы сейчас говорите. Каким показателем они должны привести, допустим, в следующем году? В ответ министр финансов Смаилов пояснил, перспектива в оцифровке систем. Охват должен быть 100%, мы должны над этим биться. Мы должны стремиться к 100% всех бюджетных средств. Мы должны контролировать через формат аналогический контроль в автоматизированном режиме. Еще один вопрос, который волновал мажористменов, это проверки в квази-государственном секторе, а именно проблемы в холдинге Казагра. К примеру, депутат Джексимбай Дюсимбаев напомнил о миллиардных убытках в Казагра. Парламентарий вполне жестко высказался о деятельности холдинга и даже усомнился в необходимости его существования. Надо сказать, что отстоял интересы Казагра сам министр финансов Алихан Смаилов. По его словам, в этом году за счет модернизации Казагра сократит расходы еще на 2 миллиарда тенге. Отмечу, что холдинг имеет долг перед государством 744 миллиарда тенге. В частности, это перед пенсионным фондом и фондом социального страхования. У банковской системы очень жесткие потенциальные нормативы и те залоги, которые имеются у наших сельчан, они не удовлетворяют по качеству те требования, которые стоят перед банками. Соответственно, они не могут брать эти риски, эти риски не могут брать, значит, ввиду этих нормативов. Поэтому нужны государственные институты, которые финансируют сельское хозяйство по доступным тарифам. У Казагра это уже не хроническая болезнь, она, по-моему, неизлечимая болезнь. Значит, нужно продумывать другую систему тогда финансовой поддержки сельского хозяйства. Между тем, обращаясь к представителям счетного комитета, депутаты поинтересовались, когда будут завершены проверки квази-государственного сектора, который поручил провести президент Касым Жамар Тукаев. На что в счетном комитете рассказали, что аудит все еще идет, то есть он еще не закончен до конца, и навряд ли все результаты проверки будут публичными, так как некоторые компании ссылаются на коммерческую тайну. И, конечно, этот ответ счетного комитета не вполне удовлетворил парламентариев. Так пессимистично, в таком бессиле расписались, хотя создание единой базы данных за вами. Когда вы ее создадите, когда вы всех подключите, когда это все станет прозрачно. Какими окажутся результаты проверки счетного комитета для отдельных компаний квази-государственного сектора, пока неизвестно, но в ведомстве рассказали нашему телеканалу, что все проверки завершатся в марте-апреле текущего года. Улпан Бегальна, Марат Бейсов, Айбол Саду, телеканал Атамикен Бизнес. Заместитель Акима Алматинской области Багдад Манзоров сегодня подал в отставку. О своем уходе он объявил на аппаратном совещании. Зам Акима теперь уже с приставкой «Экс» поблагодарили коллеги за плодотворную работу. Он отметил, что Алматинская область – это его малая родина, и он всегда желает процветания этому краю. В свою очередь глава региона Амандык Баталов подчеркнул, что Манзоров показал себя профессионалом и пожелал ему дальнейших успехов. Напомним, в прошлом году бывший зам Баталова фигурировал в уголовных делах агентства по противодействию коррупции, но генпрокуратура его вины не обнаружила. Тем не менее, в обществе до сих пор не утихают разговоры о том, что же на самом деле случилось, и был ли экс-зам Акима чем-либо замешан. Казахстану необходимо омоложение депутатского корпуса, считает директор Союза медиаторов Келесу Сара Идрисова. Свою точку зрения она высказала на заседании Общественного совета Минюста, где сегодня обсуждали поправки в закон о политпартиях. Согласно им, будет предусмотрена 30-процентная квота для женщин и молодежи до 29 лет. Эту инициативу еще в декабре на заседании над Советом общественного доверия озвучил президент Казахстана Касымжумар Тукаев. По мнению Сары Идрисовой, с появлением молодежи законодательный орган только выиграет. Появятся свежие идеи, а профессиональный уровень депутатов возрастет. Сейчас же избранники народа часто, цитата, спят во время решения важных вопросов. Конец цитаты. Сокращение депутатских зарплат общественник также рассматривает как эффективную меру. В этом случае в парламенте будут работать те, кто искренне болеет за государство. А вот оппоненты считают, что, цитата, не нужно превращать законодательный орган страны в детский сад. По мнению бывшего сенатора, а ныне председателя общественного совета Серика Акулбай, депутаты должны быть не младше 35 лет. Отметим, согласно открытым данным, средний возраст депутатов текущего созыва 6-го 55 лет. Например, судьи сейчас избираются с 35 лет. Пожалуйста. Это европейская практика, мировая практика. Почему бы мы замкнулись на 29 лет? Непонятно. Депутаты должны быть умудренны жизненным опытом, умеющие работать. А то 29 лет. Жизни не видно насчет. Сразу несколько предприятий Атараусской области, которые занимаются рыболовной деятельностью, столкнулись с трудностями при экспорте в страны ЕАЭС. Все дело в том, что им навязывают прохождение дополнительной сертификации. Этот процесс занимает и время, и ресурсы. В итоге товар простаивает, а бизнес несет убытки. Подробности в следующем материале. Атараусская область, как известно, лидер по количеству предприятий, занимающихся рыбным промыслом. По данным из открытых источников, в регионе зарегистрировано несколько десятков таких компаний. Ключевой вид деятельности, как объясняют сами предприниматели, производство и экспорт рыбы в Россию и другие страны Евразийского экономического союза. Однако с недавнего времени с поставками продукции возникли проблемы. Так, по словам представителей крупного в регионе рыболовного предприятия Амангильдем, все дело в введении нового сертификата СТ-1. Согласно нему, рыболовы должны получать этот сертификат на всю экспортируемую продукцию, независимо от того, куда идет экспорт. В чем тогда преимущество ЕАЭС? Справедливо задаются вопросом частники. Мы имеем дело со скоропортящейся продукцией и дополнительные сертификаты, в этом случае СТ-1, играют против нас. Мы и так получаем сертификат СТ-КИЗ, который подтверждает факт производства на территории Казахстана. В дополнение к этому мы сдаем справку о происхождении вылова, протокол испытания, ветеринарный сертификат, электронные счета фактуры, накладные, договоры и так далее. Поэтому мы выступили с предложением об отмене сертификата СТ-1 для экспорта в страны ЕАЭС. В региональной палате предпринимателей, кстати, эту идею поддержали и пообещали вынести ее на рассмотрение на площадке ЕАЭС. Мы провели заседание на базе нашей палаты. В нем приняли участие представители налоговых органов, а также центрального аппарата палаты. Пришли к выводу, что нужно поднимать этот вопрос. Мы подготовим протокол для всех пяти государств-членов ЕАЭС и будем дальше работать над тем, чтобы этот сертификат упразднить. Кстати, налоговики уже успели оштрафовать два предприятия области на сумму 5 миллионов тенге из-за отсутствия нового сертификата. Чтобы его получить, нужно внести сумму, равную 4 МРП, говорят предприниматели. К слову, в прошлом году лимит на вылов рыбы в Атраусской области составил около 13 тысяч тонн, из которых свыше 8 тысяч идет на экспорт. Айнура Мангалей, Нурсулу Аубакирова, специальная для Атамикен Бизнес. За выпускниками во время сдачи ЕНТ будет следить искусственный интеллект. О внедренном в экзамен ноу-хау рассказали в надцентре тестирования. Система будет наблюдать за прозрачностью на тестировании посредством видеокамер. В этом году проект запустят пока в качестве пилота, однако в 2021 году планируется полное его внедрение. Тогда же отечественные школьники начнут сдавать ЕНТ не в бумажном, а в электронном варианте. Также во всех 169 пунктах сдачи будет ввестись онлайн-трансляция. А в случае выявления подлога школьник будет лишен права пересдачи на один год. В целом в этом году ЕНТ будут сдавать 115 тысяч ребят. С целью исключения человеческого фактора за соблюдением правил тестирования будет следить искусственный интеллект. Самообучаемая система на основе технологии компьютерного зрения в автоматическом режиме, способная выявлять факты использования смартфонов, шпаргалок или подменных тестируемых, будет осуществлять функции наблюдателя. Таким образом договориться с кем-то и списать на экзамене не получится. Это были все новости на сегодня. Оставайтесь на Толикен Бизнес. Следите за новостями на наших официальных страницах в социальных сетях. Facebook, Instagram, YouTube и на официальном сайте nbusiness.kz. До встречи в эфире.